По мифологии, его создание, его имя является синкретическим от Зевс, Осирис, Апис, Адонис, Амон и Юпитер. Вот такие дела. А где это все уместилось? Ты знаешь, что более 22 столетий назад греки стали активными участниками общественно-политической жизни Египта. Постепенно египетские династии были заменены таймеями, которые имели греческое происхождение. Греки начали паразитировать над культурным наследием Египта и знаниями Египта. Греки использовали Египет как большую такую школу. Если сейчас, допустим, Кембридж, Оксфорд, это вот такие крупные названия учебных заведений, что неважно, чему человек там учился, но если у него есть диплом оттуда, то все уже считают его великим ученым. Вот где-то такая же ситуация была и с Фивами, Мемфисом и Гелиаполисом. В частности, дед Платона Салон учился именно в Египте. Вот такие дела. То есть греки с египтянами активно общались. И в ходе этого общения, естественно, что жрецы Греции и Египта также обменивались данными, идеями, обменивались, ну и сотрудничали. И в частности, был такой сговор, когда греческие, египетские, семитские, италийские и лидийские, а также ликийские, ну и потомки карфагинян, когда они все договорились, что теперь вот в каждом из их храмов они будут не совершать обряды в честь богов, а вот придумывают сераписа с чистого вот листа вообще, нет тут никого такого. Но вот они всю свою общую силу и паства каждого из вот этих храмов, которые участвовали в сговоре, были направлены на создание нового эгрегора и призвали соответствующее существо. Так и появился серапис. А как его зовут? Серапис. Ну, как его звали раньше в каких-то других жизнях, у меня данных нет. Но позднее это существо стало известно как серапис, и существо живо до сих пор, оно в ноосфере имеет достаточно сильное влияние свое. И по чуть-чуть уже руководит даже некоторыми процессами на Земле. Но получается, что жрецы-то это существо создали. Жрецы-то существо наделили колоссальными силами. И потом сказали, а ты вообще-то наше творение, поэтому слушайся и повинуйся. А серапис такой, ребята, ну какого фига? Я сильнее вас, а вы тут вообще просто себе жрецы. Поэтому вы повинуйтесь, наоборот. В общем, в конце это привело к тому, что серапис убил часть жрецов. Посредством чего? Ну как, просто. Он огромное, могущественное энергетическое существо. Для него ничего не стоит отключить тела, поломать чакры. И сделать любую другую модификацию над теми существами, которые ему мешают. Но другая часть жрецов, которая выжила, они все-таки нашли способ. Они временно убили сераписа. Хоть на самом деле не убили, а просто, ну можно сказать, парализовали очень временно. Хотя он потом пришел в себя и стал развиваться, и уже просто не требовал поклонений, не создавал культы, а просто в новосфере является таким себе иерархом, магнатом таким, у которого там все, что ему надо, есть. И ему, мягко говоря, никто не нужен. Собственно, в принципе, современная комикс-индустрия, когда создается тот или иной персонаж, и потом говорится, что вот там он так делает, сяк делает, и многие, кто читают про этого персонажа, подпитывают идею существования этого персонажа, и они также создают микро таких вот существ. Ну, а сейчас это уже другая история. А тогда жрецы хотели вот во что бы то ни стало создать себе то, что будет им служить. И дальше они начали экспериментировать и создали Абраксуса. Вообще, что такое гнозис, ты знаешь в переводе с греческого? Ну, что-то с Богом связано. Нет, гнозис переводит с греческого – это знание. То есть гностики – это на славянский язык переводя ведисты, так сказать. И да, гностицизм – это был, если метроизм – это заранее упрощенная версия ведической культуры, для того, чтобы ее как основу дать примитивным народам, чтобы потом дать ведическую культуру в полном объеме, то гностицизм – это греческие и египетские осколки ведических знаний, которые в эллинистические времена жрецы объединили и решили, что давайте уже как бы не терять дальше знания, а наоборот сохранять и как-то приумножать древнее наследие. Так, по сути дела, возник гностицизм. Гностицизм, преемствуя ведической традиции, конечно же, почитал и Езуса, и гностики знали о том, что Езус воплотится. Есеи были, как бы, ну такой полу-гностическо-полу-иудейской сектой, поэтому тоже здесь есть связь очень сильная. Итак, получается, что часть гностиков, которая была связана с создателями Сераписа, решила создать гностического бога, который бы заведовал духовным развитием, собственно говоря, ну, гностиков и тех, которые к ним примкнут. Но так было сделано, что туда дали именно демона древнего. Конкретно из пекла, конкретно вызвали, демон пришел, и когда в первый день ему стали поклоняться в 12 храмах, он вызвал из ада еще 12 зверюшек за собой. И так появился Абраксус и его группировка. Призванием Абраксуса является изначальная мантра, которая была перекодирована как раз под Абраксуса, и которую часто до сих пор люди, не понимая, что они делают, повторяют. Какая это? Ну, произносить особо не хочу, однако вот сейчас это слово используют, когда хотят то ли в фильмах, то ли просто показать какое-то заклятие, но не знают какое. Или, допустим, несведущие люди про любую мантру, про любое неведомое слово могут сказать, что это за невиданное там, ну и это слово будет. Сра очень много, когда, да? Ай, ладно, буду проститься 3 дня, сообщу. Абракадабра, это слово. А тебе солью уши надо будет помыть, потому что, ну, чтобы очистить восприятие от имени того существа. Вот такие справы. И получается, что позднее гностицизм, метроизм, культ Сираписа, культ Адониса, культ Диониса, нарождающееся христианство, как базовые элементы, или можно сравнить их с цветами. Вот в каждом отдельном селении, в каждом отдельном случае вот эти все элементы или какая-то часть из них могли совмещаться, плюс они могли совмещаться с древними какими-то учениями, воззрениями, вероисповеданиями той местности и производили на свет некую местную версию религии. Это что касается Европы, что касается Азии. Помнишь, какие там штуки водились на то время? Нет. Итак, в Вавилоне у нас культ кого победил? Шамаша. Культ Шамаша был давно, еще во времена шумеров. К тому времени, когда уже появлялся культ Сираписа, в междуречии остался как функциональный только культ Мордука, который даже затмил другой культ Всевышнего, культ Ашшура. И позднее культ Мордука был также искажен, и уже шло поклонение не Мордуку как Всевышнему, а конкретному демону, который сидел в храме там на троне и как бы руководил жрецами. Поэтому, ну, еще учитывая, что бывшая междуречия захватила Персия, в общем, там это все практически вымерло. И сначала большая часть народа перешла в зороастризм с его версиями, а позднее даже поддались алинистическим учениям после Александровых войн и после войн его преемников. Однако, в Иране зороастризм также начал деградировать. Появилась какая гадость? Я тебе за нее рассказывал в прошлый раз. Вспомни, пожалуйста. В Иране? Да. На букву М. На букву М? Угу. Не знаю. Манихейство. Помнишь? Нет. Как не помнишь? Я же тебе говорил об этом. Манихейство в учении дуализма. Когда зороастрийское представление о том, что есть один Ахура Мазда, которому прислуживают с Пентамайнию и Анграмайнию, заменили на представление, что есть Ахура Мазда и есть Анграмайнию. И они друг с другом борются. Извечно. Помнишь это дело? Да, помню. Это что касается Ирана и Ирака и вот где-то фактически от Афганистана до Турции. И как еще раз он? М? Манихейство. Манихейство. Был пророк Мани, так называемый, и от него произошло Манихейство. Ну, учение пророка Мани. По-другому это еще называется дуализм. Это учение сделало очень сильный вплыв, очень сильное влияние на христианство. В христианстве также есть как бы всемогущий Бог, есть всемогущий дьявол и они оба всемогущие и они оба так как-то воюют, что ни один другого победить не может. Но якобы все-таки Бог дьявола победит и все будет хорошо. Шатам, шатам, в принципе один хрен. Ну, правда в Манихействе чуть интереснее. Там сохранилось ведическое представление о духовном мире и не говорилось, что все-таки Бог победит дьявола, а говорилось, что поскольку этот мир обитель Анграмайнию, то нужно вернуться в обитель Ахурамазда. Ну, хоть здесь какие-то еще остались ведические элементы из знания про духовный мир. И так хорошо. В остальных, хотя потерялась методика, потерялось вообще знание и потерялась цель. Также в Индии у нас завелось в это время что? Ну, я не знаю в это время что там завелось. В какое это время? Ну, это время берем 2500-2000 лет назад. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!